Осенний выпуск вас встречает. Прощальный в октябре сюжет. Пусть он теплом вас согревает и солнышко оставит след. Да, хорошей погоды нам сейчас действительно не хватает. Ведь какой бы красочной и игривой ни была осень, всем хочется еще хоть немного насладиться этой порой. Наступают первые холода, у многих портится настроение. Это время считается хмурым и унылым. Но только не для наших студентов. Они, как и в стихах Пушкина, с каждой осенью расцветают вновь. И с радостью встречают русский холод. А вместе с ними и я, ведущая программы «Университетский хронограф» Анастасия Захарова. Ну что, готовы увидеть, что интересного для вас подготовили начинающие журналисты? Сегодня в выпуске. Книга «Лучший собеседник». Разрушаем языковые границы. Долгожданная премьера. Областная библиотека имени Горького вновь стала площадкой для межрегионального книжного фестиваля «Тверской переплет». В этом году он прошел в традиционном мощном формате. На этом празднике побывала и наш корреспондент Ольга Балашова. «Тверской переплет-2021» прошел по счастливым числом 7. На фестивале состоялись встречи на семи площадках. Проза, поэзия, своя тема, наука, детская, мастер-классы и молодежная. На каждой из них прошли конкурсы и розыгрыши призов. Но в центре события по-прежнему книга. Мне кажется, изюминку можно искать в книгах. А книги, они каждый год разные. Тем более, что в прошлом году нам не удалось провести вот в таком режиме присутствия издательств в библиотеке, так это новинки за два года. Книжный фестиваль в Твери вновь становится событием не только для местных издателей, но и для издателей из Москвы и Петербурга. Многие из них, к тому же, продолжают радовать посетителей «Тверского переплета» уже не первый год. Нас в 2018 году впервые пригласили представить российские комиксы. Мы приехали тогда с мастер-классом, с авторами, рассказали о себе, о нашей продукции. И вот уже в 2019 году мы участвовали в рамках переплета как издательство вот здесь же. Любовь к литературе собрала в библиотеке имени Горького людей разного возраста и с совершенно разным кругом интересов. И каждый нашел то, что искал. А какие книжки любишь? А какие книжки любишь? Про танки, оружие. Мне понравился стенд издательства «Гнозис». У них очень хорошая подборка философских исторических книг. Также я порекомендовал бы стенд книжному магазину «Что делать?». В этом году «Тверской переплет» стал не просто выставкой-ярмаркой, а полноценным фестивалем. Его гости смогли не только приобрести книги без наценки, но и посетить интерактивную викторину, множество мастер-классов и встреч с авторами. Познакомились с книжными новинками и мы, Ольга Балашова и Алексей Горобий. А теперь поговорим о важности иностранных языков. Ведь это пропуск в удивительный мир других культур и новых возможностей. Интерес к этой области знаний прививают в школах и вузах, а также в тематических клубах, таких как, например, наша Тверская Анефра. Там каждый может пообщаться с единомышленниками, получить языковую практику и даже продемонстрировать свои таланты. Подробнее в сюжете Анастасии Сумериной. Лингво-страноведческий клуб Анефра вновь собрал своих друзей на вечере зарубежной музыки и поэзии. Такой формат был выбран не случайно, ведь произведения искусства разных стран хранят в себе самые яркие, сильные, важные мысли и чувства, отражают особенности культуры, сближают ценителей прекрасного. Со своей программой на вечере выступили музыканты из Тверского колледжа имени Мусоргского. Мелодии зарубежных композиторов прозвучали в исполнении брас-квинтета и квинтета-саксофонистов. Участники этого музыкального собрания подготовили выступления на французском, английском, немецком, вьетнамском и итальянском языках. Запомнилось зрителям выступление студентов факультета иностранных языков и международной коммуникации ТВГУ. Они презентовали литературно-музыкальную композицию по балладе Генриха Гейне «Волтасар». Постоянными участниками в программах «Анефры» давно уже стали и студенты Тверского государственного медицинского университета. В этот раз ребята из Шри-Ланки исполняли песню на сингальском языке. Они выбрали композицию, которая стала хитом и была переведена на многие языки. Кстати, на этой встрече отметили 36-летие Лингвострановеческого клуба. Его у нас любят за возможность показать свои таланты, поделиться открытиями, познакомиться с новыми людьми и получить языковую практику. А преподаватели вузов отмечают особую роль «Анефры» в обучении иностранных студентов. Это прежде всего нужно для развития словарных запасов, для общения, для коммуникации с русскоговорящими людьми и также просто налаживание контактов с людьми, которые проживают в городе, где они сами учатся. Они социализируются быстрее, они находят новых друзей и гораздо лучше таким образом осваивать русский язык, особенно вот в наше время. А что немаловажно, стать членом клуба «Анефра» может каждый, кому это интересно. Мне безумно понравилось это мероприятие, атмосфера очень дружелюбная, безумно интересное выступление ребят, мне очень понравилось, я думаю, я обязательно вернусь сюда еще раз. Ждем очередной встречи в «Анефре» и мы, Анастасия Сумерина и Алексей Горобий. Уже который год наши студенты становятся участниками Всероссийского экономического диктанта. С каждым разом данное событие становится все популярнее. Например, прошлой осенью в нем приняли участие более 180 тысяч человек. Но мы уверены, что и это далеко не предел. О том, как все сложилось в этот раз, в сюжете Дмитрия Красных. С прошлого года экономический диктант проводится в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, всем желающим проверить свои знания в более привычной обстановке представлялась такая возможность. Организаторы решили использовать новый, гибридный формат. Тот, что делает эту акцию более доступной и понятной для большинства. Мне кажется, что предпочтительней и для организаторов это менее трудозатратно, и для участников они сразу видят свой результат. Именно вот такой гибридный формат, когда мы и популяризируем эту акцию, знакомим, рассказываем, но в то же время они проходят его в режиме онлайн. Но здесь есть свои особенности. Важно, чтобы техника не подвела. Был интернет, и не было никаких проблем с сайтом организаторов. Техника как раз и огорчила тех, кто пришел в этот день на площадку точки кипения ТВГУ. Из-за перегрузки сайта участники не смогли выполнить задание очно в назначенное время. Но студенты все-таки не сдались и справились с заданием в онлайн формате. Всероссийский экономический диктант я решила написать, потому что, во-первых, мне интересно проверить компетенции свои, насколько за 4 года в университете я обучилась, и также проверить просто свои знания. И к тому же хотела сегодня провести это в формате в точке кипения, которая у нас не так давно открылась. Ну что ж, этот, пятый диктант, все-таки состоялся. Его участники получили свои сертификаты с указанием их уровня знаний, а победители уже приглашены к участию в финале фестиваля экономической науки. Разбирались в премудростих экономики Дмитрий Красных и Алексей Горобий. «Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить», гласит русская пословица. Данные строки актуальны и в прошлом, и в настоящем. Фильм «Молодотудская свадьба», премьера которого состоялась в ДК «Химволокно», прекрасно иллюстрирует русские традиции. Подробнее в сюжете Анастасии Дмитренко. Впервые в стенах Тверского дома культуры «Химволокно» на кинопремьере был представлен фильм фолькерного ансамбля «Славяночка» «Молодотудская свадьба». Идея создания фильма не могла возникнуть из ниоткуда, ведь началось все с театральных постановок. И только лишь спустя долгое время «Молодотудская свадьба» ожила на экране. Очень хотелось сделать фильм после спектакля. Наш проект способствует тому, что наша область, мы делаем ее популярнее, интереснее и лучше. Интерес к проекту проявили люди самых разных возрастов и профессий. Гости-мироприятие объединяло любовь к культуре своей страны. Как же оказывается в армии сохранить частичку своей самобытности, культуры, традиций, чтобы русского человека узнавали всегда и везде? Именно ради этого и снят фильм «Молодотудская свадьба». А атмосфера кинопремьеру прониклись и мы, Анастасия Дмитренко и Полина Ельшина. На часах практически ноябрь. А это значит, что нам срочно нужно встретиться с проректором ТВГУ профессором Натальей Сердитовой. Наталья Евгеньевна, рада вас приветствовать. Каждую неделю вы даете нам точный прогноз не только погоды, но и студенческих будней. Сейчас впереди целая неделя, хоть и вынужденных, но выходных. Посоветуйте, как лучше и полезнее провести их. Здравствуйте, Анастасия. В эти действительно длинные выходные наши студенты, с одной стороны, окажутся вне опасности заболеть, а с другой стороны, мы думаем, что они одни не останутся и скучать им тоже не придется. Потому что у нас предусмотрена очень большая и интересная программа по внеучебной работе, которую можно будет смотреть в прямом эфире и, соответственно, в удобное для вас время, потому что все мероприятия будут записаны. Так, например, 30 октября в Клубе мышления «Точки кипения» Тверского государственного университета мы собираем тех, кто любит порешать социальные кейсы. С 1 по 3 уже ноября у нас пройдут концерты творческих коллективов факультета прикладной математики и кибернетики и исторического факультета. А с 4 по 7 ноября мы приглашаем всех наших студентов путешествовать по Пушкинской карте, по музеям и театрам Твери и Тверской области. Но я бы хотела свое внимание сакцентировать еще на таком моменте. Это длинные выходные, но среди этих выходных есть и дни самостоятельной работы студентов. Поэтому про учебу мы тоже стараемся не забывать. Будьте здоровы и ждем вас на наших мероприятиях. А как обстоят дела с графиком солнечного тепла? Можем ли мы рассчитывать на благоприятный прогноз? Сначала по нашей традиции подведем итоги уходящего месяца и поговорим о том, что нас ждет в будущем месяце ноябре. Октябрь 2021 года оказался ничем не отличающимся от среднего по климатической норме. Немножко отстал по количеству осадков. Ноябрь средний по климату в нашем регионе нас ожидает, может ожидать, с температурой минус 1,1 градуса. То есть для нашего региона это уже зимний месяц. Количество осадков 50 миллиметров тутного столба. Для справки скажу, что самый теплый ноябрь наблюдался в 1996 году. И тогда средняя температура за месяц составила плюс 3,4 градуса. А самый же холодный ноябрь наблюдался двумя годами позже, в 1998 году. И тогда средняя температура в ноябре составила минус 9,3 градуса. Ну а на ближайшее время у меня очень хорошие новости. В выходные дни и начало следующей недели характер погоды в нашем регионе будет определять антициклон. Мы находимся на его очень выгодной периферии, северо-западной. А это значит, что ветер у нас будет юго-западных направлений 4-5 метров в секунду. Температура воздуха в субботу плюс 12 градусов в дневные часы. В воскресенье и в понедельник плюс 9, плюс 8 градусов. В ночные же часы столбики термометров будут упускаться не ниже плюс 5, плюс 3 градусов. Атмосферное давление почти нормальное, чуть-чуть повышенное. 756-755 миллиметров тутного столба. Ну и самое главное, не нужно брать зонтики. Будет много солнца и совсем мало облаков. Ну а вот с середины недели, а может быть даже и со вторника уже характер погоды начнет меняться. Так что я всем желаю насладиться этими выходными днями, потому что можно говорить о том, что у нас очередной сезон, очередная версия золотой осени или бабьего лета в конце октября, начале ноября месяца. Всем удачи, берегите себя. Тверской государственный университет всегда с вами. Благодарю вас, Наталья Евгеньевна. Стоп, снято, передает мне из режиссерской аппаратной наш выпускающий редактор Юлия Кальнева. Но прежде чем закончить, еще одно сообщение. В субботу, 30 октября, в ТВГУ состоится день открытых дверей в формате онлайн. А на сегодня университетский хронограф подошел к концу. Надеюсь, нам удалось зарядить вас положительными эмоциями. Именно с таким настроением и встречайте грядущие выходные. Желаем вам полезно провести время. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова